Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, уважаемый председатель. Сегодняшнее свое выступление я хотел бы посвятить актуальной на сегодняшний день теме. Теме – это вопросы работы центров амбулаторной онкологической помощи. Я хотел бы поделиться опытом учреждения, в котором я работаю, Национального медицинского сельского центра онкологии имени Петрова. И все знают, что основополагающим документом, который регулирует деятельность онкологической службы, является приказ Министерства здравоохранения номер 915. И согласно этому приказу, местами осуществления первичной специализированной онкологической помощи является первичный онкологический кабинет и первичное онкологическое отделение. И 5 февраля 2019 года вышел приказ номер 48Н, который с 1 мая внес изменения в 10 пункт данного приказа. И в дополнение к тем местам оказания первичной специализированной онкологической помощи добавлено поликлиническое отделение онкологического диспансера и новое структурное подразделение – Центр амбулаторной онкологической помощи. И по замыслу создателей Министерства здравоохранения на Центры амбулаторной онкологической помощи возложены следующие задачи. Это, собственно говоря, диагностика онкологических заболеваний, которая в себя включает взятие биопсийного материала в течение одного дня с момента обращения больного. При невозможности взятие биопсийного материала – это направление больного в то учреждение, которое имеет технические возможности для забора биопсийного материала. Это проведение лекарственной противоопухолевой терапии с оценкой эффективности и переносимости, проведение симптоматической восстановительной терапии, оказание палеотивной и противоболевой терапии и консультативная помощь врачам-специалистам не онкологического профиля, которые участвуют в лечении онкологических больных. Также это назначение лекарственных различных препаратов, включая наркотические и психотропные средства с выпиской соответствующих рецептов, диспансерное наблюдение и очень много различных функций, которые носят в основном организационный и методический характер. И согласно этому приказу Центр амбулаторной онкологической помощи представляет из собой структурное подразделение медицинской организации. Рекомендуется создавать Центр амбулаторной онкологической помощи при численности обслуживаемого населения не менее 50 тысяч человек. Условием существования Центра амбулаторной онкологической помощи является наличие в медицинской организации рентгеновского оборудования, эндоскопии, возможности выполнения ультразвуковых, функциональных исследований и клиникодиагностической лаборатории. Рекомендуется предусматривать кабинеты для приема больных, дневной сценар, ну и, конечно, кабинет заведующего. Центр амбулаторной онкологической помощи, вот, помимо всего прочего, должен иметь возможность оказать помощь и иметь врачей-специалистов вне онкологического профиля. Это кушер-гинеколог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и так далее. Вот, также в приказе говорено, что при отсутствии в медицинской организации данных специалистов, вот, можно привлекать врачей-специалистов по договорам из других медицинских организаций. Вот, и здесь мы с вами видим, что в Центре амбулаторной онкологической помощи заложен определенный комплексный, как сейчас принято и модно говорить, мультидисциплинарный подход к вопросам организации онкологической помощи. Но я хочу сказать, что в Институте онкологии Мини-Петрова, вот, понимание необходимости такого комплексного подхода появилось еще в 2012 году, вот, когда 12 декабря был открыт консультативно-диагностический центр в центральном районе города Санкт-Петербурга. Клиника Института онкологии имеет удаленное расположение, вот, от Санкт-Петербурга располагается в поселке Песочный, вот, и поэтому было принято решение о создании консультативно-диагностического центра в центральном районе для того, чтобы приблизить оказание онкологической помощи к больным. И основными направлениями работы консультативно-диагностического центра созданного было оказание, собственно говоря, консультативной помощи, диагностических мероприятий, мероприятий по скринингу, ранней диагностике. По результатам обследования пациенты отбирались для стационарного лечения в клинике национального центра. Вот, пациентам проводилась предоперационная подготовка, обследование, различные лечебные манипуляции, лекарственная терапия, противоболевая терапия, и выписанные из стационара пациенты проходили здесь диспансерные наблюдения. Вот, и вы видите, что эти функции, за исключением множества организационно-методических функций, в целом схожи с теми, которые заложены в центры амбулаторной онкологической помощи. И в структуре созданного консультативно-диагностического центра есть 8 кабинетов амбулаторного приема, 2 процедурные для осуществления забора биопсийного материала, кабинет ультразвуковой диагностики, маммографии, эндоскопии и кабинет амбулаторной химиотерапии. И на данном слайде вы видите, это кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопии, маммографии, кабинет функциональной диагностики, это зал для проведения химиотерапии, а это манипуляционно для забора биопсийного материала. И для комфортного лечения была выбрана двухсменная схема работы консультативно-диагностического центра с 9 до 8 часов. Также консультативно-диагностический центр работает в выходные дни, в праздничные дни. Эта помощь, она востребована. И в штатной структуре консультативно-диагностического центра, помимо, собственно, врачей-онкологов, был предусмотрен большой штат специалистов неонкологического профиля. И стоит заметить, что подавляющее большинство этих специалистов все-таки имеет второе онкологическое образование. И результатом работы за прошедшие 6 лет с момента основания консультативно-диагностического центра было постепенное увеличение количества принимаемых больных. И в 2018 году около 25 тысяч пациентов получили амбулаторно-онкологическую помощь. И здесь стоит отметить, что увеличилось количество повторных пациентов, что связано с тем, что те специалисты неонкологического профиля оказались очень востребованы у пациентов, потому что у них очень много проблем, сопутствующих заболеваний. И зачастую в профильных учреждениях онкологических не могут получить квалифицированную помощь по этим проблемам. И на данной диаграмме также показана динамика развития консультативно-диагностического центра. На протяжении последних лет увеличилось количество консультаций, диагностических мероприятий, лечебных мероприятий. И такая положительная динамика побудила руководство нашего национального центра создать еще один консультативно-диагностический центр, который 8 апреля был открыт в Южном Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга. И на данный момент структура амбулаторно-онкологической помощи, которая оказывается в НМС онкологии, представлена тремя подразделениями. На севере Санкт-Петербурга амбулаторная помощь оказывается в клинико-диагностическом отделении. Вот в центральном районе города Санкт-Петербурга действует первый консультативно-диагностический центр. И на юге города Санкт-Петербурга действует вновь созданный консультативно-диагностический центр номер 2. И это вся информация, которую я хотел с вами поделиться. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Никита Александрович. В принципе, мы нагнали наше время. Если хотите, можете задать вопрос. Никита Александрович. А микрофон есть? Микрофон. Нет. Помощники все убежали куда-то. Спасибо. Рябова Лили Михайловна, город Томск, завполиклиника онкотомского онкодиспансера. Подскажите, пожалуйста, вот эти центры амбулаторной медицинской помощи, они структурные подразделения вашего центра? Конечно. Это самостоятельные. Нет. Это, я еще раз повторюсь, это консультативно-диагностический центр Национального медицинского и следственного центра онкологии имени Петрова. Это структурные подразделения центра. Вопрос тогда по финансированию. Это все сходит, то есть у вас изменено штатное расписание, отдельное созданное подразделение с приглашенными сотрудниками не онкологического профиля, имеется в виду консультанты, специалисты, это совместители. Не обязательно совместители. Ну, либо штатные сотрудники. В большинстве случаев. Нормативный документ, на который вы при этом опираетесь, это вот этот самый дополнение к 915 приказу от 1 мая, да? Нет. Я вам еще раз говорю, что я оговорился, что консультативно-диагностический центр был создан в 2012 году, а данные правки, они вступили в действие 1 мая 2019 года. И цель моей презентации была показать, что данная форма, оказание, комплексная форма, оказание амбулаторной онкологической помощи с привлечением непрофильных, как вы сказали, специалистов, она востребована, это правильная мультидисциплинарная форма. Я хотел показать, что лучше поздно, чем никогда. Вот, и то, что было введено с 1 мая, вот, это здорово, что это произошло, вот, и за такими формами оказания онкологической помощи при их правильной организации, да, вот, за ними будущее, наверное. А то, что касается амбулаторной химиотерапии, все-таки у вас это по типу дневного стационара или именно амбулаторная химиотерапия? Сегодня приводились примеры иммунологического лечения, хирургического лечения, допустим, конизации шейки, матки. Все прекрасно знают, что стоимость законченного случая заложена минимальное количество средств, и поэтому многие учреждения онкологического профиля проводят эти процедуры, назовем их так, условия дневного стационара, чтобы хоть как-то определить, ну, чтобы стоимость все-таки перекрывала те затраты, которые несет лечебное учреждение. Потому что те же иммунологические препараты, но ни один региональный бюджет на сегодняшний день, вот, даже все присутствующие, наверное, подтвердят, не может похвастаться тем, что в полном объеме вся потребность покрыта. На сегодняшний день закупки идут через стационар дневной. Как с этим вопросом вот вы решаете? Значит, у нас первый вопрос, он посвящен малой хирургии, правильно? Сразу оговорюсь, что какие-то инвазивные манипуляции, которые требуют внутривенной анестезии, они проводятся у нас в отделении малой хирургии, вот, мы туда направляем наших больных, вот, а амбулаторная химиотерапия, вот, она действительно у нас не дневного стационара вот такой формы, вот, да, потому что, ну, дневной стационар – это несколько искусственная форма, вот, созданная для того, чтобы отчетность, вот, и ведение медицинской документации, вот, соответствовало тем требованиям, которые предъявляют регуляторы, вот, а у нас все это происходит, ну, в обычном амбулаторном режиме приходят больные, получают помощь. Они приходят со своими препаратами, то есть… Да, 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 да. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а каким фондом пациентоместом имеется в этих центрах? Еще раз вопрос. Количество пациентомест для проведения амбулаторной химиотерапии? Десять кресел у нас, десять кресел. То есть это в каждом центре или суммарно? Нет, в одном и четыре во втором. Пока мы будем увеличивать количество, десять, вот, в центре, который расположен в центральном районе, и четыре, который расположен во Фрунзенском районе. Может быть, вы обладаете информацией, сколько пациент, один пациент максимально может находиться при лечении в таких центрах при проведении амбулаторной химиотерапии? Максимально времени? Да, максимальное количество времени. Максимальное количество времени зависит от схемы проведения химиотерапии. Есть короткие схемы, вот, двадцать минут, есть схемы длительные, есть суточные помпы, поэтому тут все зависит от того, как мы лечим больного. То есть он может находиться и десять, и двенадцать часов? Ну, двенадцать нет, вот, для этого существуют инфузионные помпы, не надо лежать вот амбулаторно, а там до трех-четырех часов они у нас находятся, а если более длительные инфузии, для этого существуют инфузионные помпы, насосы, которые ставятся больным у нас же. Вот, и это более удобно, чем находиться под капельницей. Я сам работаю в Центре онкологии имени Александровны в Белоруссии, и такой вопрос организационный. Таблетированные формы препарата пациенты получают ежедневно, приходя в эти центры, либо на какое-то время? Нет, мы федеральное учреждение, вот, и у нас, на нас не возложена задача по лекарственному обеспечению амбулаторных больных. Вот, то есть эти лекарственные препараты пациенты получают по месту жительства, вот, где он живет, вот, у нас происходит только консультативная помощь, то есть таблетку мы не вкладываем в род больного. И еще такой вопрос, проводится ли в этих центрах дезинтекционная терапия, либо только введение цитостатических препаратов? Ну, вы имеете в виду корригирующую терапию, безусловно, конечно, потому что пациенты могут в один день прийти на, собственно говоря, введение вот препаратов противопухолевых, вот, ему плохо, второй день он может прийти вот и получить инфузион-терапию, да. То есть это не проводится в общей сети, а проводится… Нет, нет, но мы стараемся нашими больными заниматься, да, если они к нам попадают, то мы как-то их комплексно лечим, вот, не бросаем. Спасибо. Спасибо большое за хороший доклад. Скажите, порядок взаимодействия Центра онкологической помощи с палиативной службой? Значит, у нас в определенные дни принимает врач противоболевой терапии… Альголог. Вот, альголог, да, противоболевой терапии, но сразу скажу, если пациенты требуют стационарного лечения, наверное, вы про это имеете в виду, да? Амбулаторная, если палиативная помощь противоболевая, амбулаторная, то она у нас оказывается в институте, у нас есть кабинет противоболевой терапии, вот, специалист обученный, вот, это у нас происходит в институте, вот. Соответственно, если вы имеете в виду по поводу пациентов, которые стационарные, в стационарном лечении нуждаются, то они, соответственно, направляются в учреждения города, вот, хоспис, которые обладают возможностями оказания терапии. Рецепты, да, но только мы, да, рецепты, согласно действующему законодательству, да, у нас все предусмотрено. Коллеги, если можно, вот, сейчас крайний вопрос, а потом мы уже… А вот источник финансирования, какой у вас предусмотрен для лечения такой категории пациентов? Платные медицинские услуги и добровольное медицинское страхование. Спасибо. 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 Спасибо.